Теоретически я могу лямки рюкзака пришить прямо к рюкзаку, но делать я это не люблю. Поэтому выбираем рамку, которая подойдет под лямки. Лямки я буду обвязывать, но основа мне обязательно нужна плотно. Это корсажная лента, причем очень плотная, снятая из какой-то сумки. Сумка не пригодилась, а лента пригодилась очень даже. Она очень плотная, она будет держать не вязаную вязание, которое будет украшать, потому что оставить такую черную ленту это очень некрасиво. И подходящую к ней рамку. Рамка прекрасно подходит как раз для этой ленты. Фурнитуры такой очень много, продаются они практически в любом магазине с пуговицами, с пуговицами, с ленточками. Так, все, подобрали. Лямками я займусь попозже, сейчас я занимаюсь рамкой. Рамку надо будет пришить к самому краю. Вот у меня нижний край рюкзака, вот этот уголок. Я его буду пришивать вот сюда. То есть я опять же возьму кусочек этой же корсажной ленты, небольшой, совершенно маленький кусочек, вот такой вот. И просто пришивается к самому краю, для того, чтобы у меня край рюкзака держал. Но некрасиво вот так вот. Можно джинсовой ткани взять, тогда и корсажная лента не нужна, потому что джинса сама по себе очень плотная. Либо, если я беру корсажную ленту, я должна провязать квадратик, который мне закроет вот этот некрасивый край. То есть смотрите, что вы будете делать. Джинсу брать, тогда просто ткань берете, она не порвется, не помнется, не деформируется. Либо надвязываем красивую, таким же способом, полосатую тряпочку яркую. Ну, в принципе, со спины это будет вообще не видно, поэтому у меня джинсов осталось много ткани, пришить вот такие вот лямочки. Я не сделала этого сначала, потому что я не знала, где он будет заканчиваться. Но поскольку у меня пока ни подкладка, ничего не вшитая, я вполне могу сюда машинкой достать и пришить вот эти хвостики. Могу руками, могу машинкой, могу как угодно, могу хоть так вот прошить. Главное, чтобы у меня что-то держало лямки. Я пришила рамочки для лямок на самый-самый низ, вот где у меня будет донышко начинаться, донышко рюкзака, туда я подшила вот эти вот рамочки. Теперь моя задача сделать сами лямки. Лямки будут на основе корсажной ленты, вот этой. Но покрыты они будут, что называется, вязаным полотном. Поэтому сейчас одну я связала, чтобы показать вам, что мы вяжем. Вторую сейчас будем вязать полосками поперечного вязания, можно долевое, поперечное как угодно. Главное, чтобы оно было пестренькое. Когда мы оденем внутрь, вывернуть, одеть внутрь корсажную вот эту ленту. И можно будет немножко повернуть вязание, у вас будут по спиральке эти полоски. Это очень красиво. Потом это все скрепим и будет все просто замечательно. Ориентировочно 60 см. То есть вы прикидываете себе на спину этот рюкзак. В каком месте он будет у вас находиться. Крепеж верхний будет находиться вот где-то здесь. Потому что отсюда у меня пойдет сборка. То есть сейчас мы еще довяжем деталь для того, чтобы сделать сборку. И вот где-то здесь будут крепиться лямки. Смотрите, прикиньте, сколько вам нужно, какой длины они нужны, чтобы рюкзак нормально, хорошо сидел. И вывязываете полоску по ширине корсажной ленты, либо джинсовый ремень сделаете, либо такой, как нравится. У меня это 60 см на 4 см. Немножко посвободнее, чтобы это впихивалось легко и тем более вывернуть надо. Просто вывязываете и закрываете, сшиваете, как вам нравится. То есть я сделала проще. Я связала одну ленту, сняла ее на бросовую нить, переодела другую сторону и закрыла. То есть я сшила на машинке. У меня получился вот такой вот шовчик. Конечно, можно было делать не все синим, синего поменьше, но это не страшно. Получается такая пестрая достаточно лямка. Это нормально. Это самое то, это для нашего рюкзака, в стиле нашего рюкзака делается. После этого мы сейчас по размеру верхней части вывязываем такую планочку, которая у меня будет собирать, сборку сделать. И потом будем уже формировать сам рюкзак. Не нужно будет, нужен будет еще клапан закрывающийся. И я хочу сделать на переднюю часть цветочек из джинсовой ткани. Вот сюда я поставлю цветок большой из джинсовой ткани. У меня осталось джинсы много. Для того, чтобы немножко украсить, разнообразить. Но для этого сначала мне нужно сделать клапан. Я посмотрю, где он закрывается. Клапан у меня будет на зажимах. То есть с клапана будет идти зажим. Чтобы это все не разлеталось, он тоже будет пришит где-то. Но сначала я должна связать клапан и посмотреть, как это все будет лежать. После этого я пришиваю джинсовый цветок большой, красивый. И только после этого я смогу застрочить подкладку. Потому что иначе мне будет внутренний попасть, чтобы пришить и застежку, и цветочек. То есть вот такая последовательность действий нам предстоит еще. Ну сейчас первое, что мы делаем, это вывязываем лямку по своим размерам. И клапан, который у меня будет делать сборку на рюкзачке. По размеру рюкзака в два раза шире, само собой, что он вокруг лег. Ну и где-то сантиметров 10, чтобы была хорошая сборка. Хотя можно и поменьше. То есть смотрите, если будет сборка поменьше, то есть высота поменьше, основная сборка придется на сам рюкзачок. Если побольше, то рюкзак может быть набитый чем-то там, а сборка будет приходиться на вязанное полотно. Как удобно. Я буду делать в районе 10 сантиметров такую планочку. Ее тоже можно делать пестрой, чтобы она была в стиле рюкзачка, чтобы не было скучно. Ну сейчас с вами свяжем, будем собирать дальше. Я связала стяжку рюкзака. Я ее пришью уже в последний момент, чтобы закрыть все швы. Здесь отверстие, это просто набрано обвивом, сделан обычный подгиб простейший. За счет этого получилось отверстие, в которое я введену шнур. И пришью уже руками внутрь. Это все, чтобы у меня закрыть швы, когда я пришью сюда подкладку. То есть это еще будет выполнять декоративную функцию, еще и стяжку. Сделаны лямки. Я продела шнур в заготовке. Мы с вами вязали заготовки для лямок. Я их вывернула наизнанку, продела шнур. Шнур очень плотный и толстый, он очень хорошо вделся. Если у вас шнур вдевается плохо, есть очень замечательное устройство для продевания резинок. Вот оно, видите, так захватывает резинку, затягивается колечко. И продевается в любую совершенно, любая резинка, в любое отверстие. Очень удобная конструкция, но если ее нет, то можно воспользоваться как по старинке обычной булавкой большой. Тоже удобно. Так, продели лямки я пока оставлю, они не нужны. Корректировать я их буду уже в последний момент, когда буду подшивать к рамочке внизу. То есть наверху я их вошью, корректировать длину я могу по рамочке. Ну или когда буду вшивать, когда я буду приметывать все, тогда и смотреть, насколько это все нужно увеличить или уменьшить. Сейчас надо приметать вот эту верхнюю часть к рюкзачку, стянуть и посмотреть, насколько широкий я должна вязать клапан закрывной. Потому что если я сделаю слишком широкий, он будет выступать за края, если слишком узкий, он мне не будет закрывать отверстие. Вот это вот затянутое. Поэтому сейчас можно приметать, можно булавочками пристегнуть, вдеть шнурок, подтянуть и посмотреть, насколько широкий клапан мы сейчас будем с вами делать. Нам осталось сделать клапан, посмотреть, насколько он будет длинный, потому что вот лицо рюкзачка, здесь он будет крепиться у меня. И посмотреть, смогу ли я где-нибудь цветочек прилепить. Я очень хотела джинсовый цветок сделать, но если у меня будет очень длинный-длинный клапан, то мне просто физически будет некуда этот цветочек приделать. Поэтому сейчас мы занимаемся крышкой верхней, потом будем смотреть все остальное. Ну, для начала булавочками либо приметаем верхнюю часть, проденем шнурочек, затянем, посмотрим, что получается. Ну, вот после того, как я приколола булавками стяжку, в рюкзак я набила полотенцами, положила туда три полотенца, для того, чтобы придать ему форму, какой он, собственно, должен быть. Затянула нашу стяжку эту веревкой. Ну, в принципе, это нормально, через такое отверстие ничего выпасть не сможет. И смотрю на закрывной клапан, какого размера он должен быть. В принципе, пришивать я его буду не в шов, сюда вот, общий, а немножко ниже, для того, чтобы он не деформировался. То есть, примерно вот размера А4 он и должен быть. Плюс к этому здесь еще будет зажим, защелка. В общем, на цветочек у меня место как-то не очень-то и остается. Ну, ладно. Клапан я сейчас свяжу. Да, шириной он будет размером с лист А4, длиной тоже. Можно верхнюю часть и нижнюю немножко закруглить, вот здесь вот. Здесь вообще можно сделать уголок. Ну, вот так вот немножко волком. Можно делать даже немножко подлиннее, чем лист А4, но с примерным размером клапана будет вот как листик бумаги. Его сейчас и будем вязать. Клапаны лучше всего вывязывать частичным вязанием. Вот я набрала необходимое количество мне петель. Петли это будет длина клапана. Ряды это будет ширина клапана. Я вяжу так, поперек. И теперь я убрала в переднее рабочее положение 36 петель. Я провязала 5 рядов одним цветом. Цвет я буду менять со стороны нигде. У меня будет частичное вязание со стороны прямого полотна. То есть слева. Справа я буду вывязывать уголок клапана. Итак, 36 петель я поставила в переднее рабочее положение. Теперь провязываю каждый раз 2 ряда. Провязываю другим цветом. Беру другой цвет. Меняю. Провязываю 2 ряда. Запомнила, что у меня здесь 36 петель. 36. Я могу мелом даже отметить. Отмечаю мелом. Отмечаю пластырем, бумажкой. Чем угодно. Раз. Два. Два ряда провязали. Буду вязать, наверное, по 4 ряда одним цветом. Чтобы не было очень пестро. Так, теперь каждый раз, когда я провязала 2 ряда, я ввожу в работу 2 петли. Можно по одной, тогда будет более такое спокойное скругление. Можно по 2, тогда будет более резкий уголок. Я делаю по 2. Длинный резкий уголок. Еще 2 ряда. Раз. Раз. Два. Ввожу в работу еще 2 петли. Вот так, меняя цвет. И вводя в работу по 2 петли, я дохожу до конца. Это частичное вязание. Мы вывязываем уголок клапана. Можно даже не считать ряды, потому что обратной последовательности я буду делать то же самое. Но счетчик у меня все равно работает. Будем смотреть. Когда мы вяжем частичное вязание, видите, мы с вами вывязываем вот такой вот уголок. То есть у меня все вязание идет на уголок. Я связала на убавки, теперь я делаю прибавки. То же самое, только каждый раз, когда я провязываю 2 ряда, я не убираю петли, иголки, а ввожу их наоборот в переднее рабочее положение, провязываю 2 ряда, ввожу следующую, провязываю 2 ряда. Вот таким образом я довожу до отметочки. Помните, когда мы начинали вывязывать этот клапан, мы отметили иголку, до которой я буду вводить иглу. То есть откуда у меня начинается и где у меня заканчивается сужение уголка. Лишнего тут уже наводила, пока вам показывала, могу ошибиться. Итак, ориентируемся на обкрутку. У меня было обвитие, то есть на иголке у меня дополнительная обкрутка есть. Я на нее ориентируюсь. Здесь она была, здесь ее не было, значит я эти 2 иглы выдвигаю вперед. Провязываю 2 ряда. Раз. Так вам видно. Вот эти иглы стоят впереди. Вот эта иголка у меня работала. Я обвиваю иглу, стоящую в переднем рабочем положении, провязываю обратно. У меня 2 ряда провязаны. Еще 2 иглы ставлю вперед. Еще 2 ряда. Под стоящие иголочки раз, обвили, два. Выдвигаю в переднее рабочее положение. Я вывязываю обратную часть уголочка. Дохожу до отметки, вот этой вот, которую я поставила. Осталось ввести всего несколько иголочек в работу. После этого, как я начинала, здесь провязала 5 рядов одной пряжи на всех иголках. Также и здесь, закончив, вот в этом месте, уведя рабочую нитку в левую сторону, я ставлю в работу все иголки и провязываю 5 рядов и закрываю клапан. У меня выходит очаровательный совершенно уголочек. Получился клапан вот такой. Я его все-таки связала длиннее, потому что я подумала так, что пришлю его где-то вот тут. Он будет откидываться, чтобы не мешал. И застегиваться вот здесь будет замочек. Вот так. Так это все будет выглядеть. Замок может идти от самого низа, может идти где-то здесь. Здесь могу подшить прямо к клапану, могу через перемычку. Это уже мелочи, это уже как вам захочется. Клапан у меня такой. Теперь принципиальный вопрос. Я могу оставить его вязаным, то есть я могу связать еще одну такую часть, потому что я же не могу оставить вот такую, его еще и выкрепить надо. Это прекрасно, но мы не тряпочку вязали, а клапан закрывной, поэтому вот это все мы сейчас будем укреплять и вязать обратную часть. Принципиальный вопрос, о котором я говорю, можно сделать вторую часть вязаную. Можно взять остатки штанины и сделать клапан, например, джинсовый. Открываете, а внутри вязаный. Можно сделать вязаный, открываете, а внутри он джинсовый. Джинсовый, кстати, очень хорошо укрепит, не даст разъезжаться, расползаться. То есть это уже достаточно хороший закрепитель нашего вязания. Она не даст ему деформироваться и никуда уехать. И более того, вот этот цветочек, который я все мечтаю сделать, его вполне можно сделать на крышке, на клапану, потому что он будет вот такой длины где-то. И вот тут вполне можно этот цветочек разместить, о котором я так долго мечтаю. Место найдется и для него тогда. Поэтому сейчас решаем, что я хочу. Закрыт джинсой. У меня получится, вот как-то так это будет выглядеть. Вот здесь вязаная часть. Видите, мне даже повезло то, что коленки на джинсах вот такие застроченные кривые. Я это все оставляю. У меня получается, что клапан закрывной уже имеет даже скругление на месте, на том месте, где нужно. И идет уголок вот сюда прямой. То есть джинсой я используюсь обязательно, но надо только принципиально решить сверху или снизу. Потому что если оставлять сверху вязаную ткань, у меня получится в основном вязаный рюкзачок такой весь полосатенький. Если оставлять джинсу, то будет в основном джинсовый. Это на ваше усмотрение. Можно вообще, как я уже сказала, две штуки связать, можно две штуки сшить. Что вам больше нравится. Можно опустить и вторую штанину, она такая же. И клапан, в общем-то, готов шить две брючины вместе. Вот вам все закрыто. Поэтому смотрите, как вам больше нравится такой вот вязаный рюкзачок, либо более сшитый. Операции по подшивке будут абсолютно одинаковые. Времени это займет тоже одинаково. Поэтому все на усмотрение ваше, как вам больше нравится. Я сейчас тоже определюсь окончательно и будем работать дальше. Клапан закрывной сметываю со штаниной. Сначала прикалываю булавочком, потом сметываю руками, потом пришиваю на машинке, либо сшиваю руками. Кто как может. У меня получается лицом к лицу, само собой, изнанка наверх с обеих сторон идет. То есть я не зашиваю верхний край, он у меня остается свободный. И не зашиваю самый кончик нижней части, потому что сюда у меня пойдет зажим. Зажим будет на шлевке джинсовой, оторванной от ремня. Вот сюда он встанет. Я его пришью потом, по месту уже. Поэтому оставляю на ширину шлевки вот здесь вот не зашитое отверстие. Вот как раз у меня синий-синий вот эта вот часть у меня будет не зашитое. Я туда ставлю эту шлевку изнутри, подошью уже снаружи, чтобы было аккуратно. Все-таки эта вязаная вещь, она ведет себя непредсказуемо. И аккуратненько пришиваю вот эти вот бока. Сейчас повторю, что верхнюю часть я оставляю не зашитой. И кончик нижний тоже. Я планировала делать закрывной клапан размером листа А4, но потом посмотрела, что это коротковато. То есть я сделаю немножко подлиннее. Видите, все корректируется в процессе работы. Я приложила это все к сумочке, оказалось коротко. Поэтому лучше делаем подлиннее. Каждый раз мы смотрим, что подойдет конкретно под нашу сумку, под наше изделие, под наше желание. Потому что кому-то клапан вообще не будет, не нужен. Кому-то будет нужен совсем коротенький, кому-то нужен длинный. Вы смотрите все по своим желаниям. Кому-то подойдет квадратный, кто-то не будет вывязывать эти уголки. Кому-то нужен будет полукругленький. Все корректируется в процессе работы, либо заранее вы уже обдупываете ваше изделие со всех сторон, вычерчиваете, прикладываете. Кто как. У кого-то экспромт, у кого-то все продуманное, обдуманное, обмерено заранее. У меня экспромт допускается в процессе работы, поэтому я могу задумать так, но вижу, что это конкретному изделию вот сейчас не подходит. Я могу переиграть в процессе работы очень легко. Я думаю, что вы, как люди творческие, тоже поступаете примерно так же, поэтому поменяли длину клапана, думали сделать так, сделали по-другому. Я думаю, это совсем не страшно. Так наша задача пришить это все, лицом внутрь, вывернуть и отпарить наше изделие. Оставляем незашитые края сверху и снизу. Связали клапан, пришили его к штанине. Получился вот такой клапан. Прелесть такой конструкции в том, что я могу приложить к рюкзаку и посмотреть, какая из сторон мне больше нравится. Такая или такая. Пока я еще ничего не отстрочила, пока я еще не прикрепила. То есть они просто сшиты и приложены, поэтому я смотрю, какой стороной я буду оформлять верхнюю часть. Ну, так он становится слишком джинсовым, поскольку у нас задача связанное изделие иметь. Мы будем делать с этой стороны. Хотя, если вы будете делать, вы можете смотреть это более джинсовый рюкзак. Смотрится просто замечательно. С такой стороны он более нарядный, с такой стороны он более, ну, скажем так, практичный, что ли. Потому что джинса, она позволяет, ну, скажем так, с собой производить больше вольности, чем вязаная ткань, чем вязание. Мы делаем вязанный рюкзак, будем делать вот эту часть клапана с этой стороны. Поэтому, раз я буду делать с этой стороны, выбираю ту часть клапана, а, клапана, не клапана, застежки, которая мне нужна. Вот так она будет идти с этой стороны, это будет идти снизу. Раз я ее уже определила, здесь у меня отверстие, вставляю вот той стороной, которая мне нужна внутрь. Вы помните, мы здесь вставляем технологическое отверстие, сейчас я туда ее, вот, плотненько так она входит, запихну, чтобы немножко вот так вот торчало. И не по самому краю отстрочу клапан, чтобы он не оттопырился. Потом надо будет либо, ну, я планирую сюда джинсовый цветок, раз все-таки это вязание, значит, моя мечта осуществиться, я сюда джинсовый цветок пришью. Причем пришивать буду насквозь, для того, чтобы прикрепить вязание и джинсовую ткань скрепить. Где-нибудь, вот что-нибудь еще нужно такое сделать, для того, чтобы скрепить, чтобы вот это вот все не отходило, не отваливалось, либо стежками кое-где скрепить, либо какой-то, не знаю, цветочек, петельки, там что угодно, то есть пришить какие-то вещички сюда, такие вот забавные, на верхнюю часть, для того, чтобы скрепить мне джинсу и вязание. Иначе со временем вязание может деформироваться от стирки, там от носки, можно зацепить, порвать, что угодно. Вот, доделываю клапан, и сейчас буду, пока у меня здесь ничего не пришито, не зашито, буду вшивать его в заднюю сторону рюкзачка. Теперь наша задача все собрать. Снимаем, вынимаем полотенца из рюкзака, снимаем стяжку и начинаем сборку. Первое, что мы делаем, привязываем лямки. Лямки можно даже сшить вместе рядышком, просто прихватить иголочкой, если вы хотите, чтобы они шли рядом. Если вы хотите их разнести на какое-то расстояние, то прикалываем лицом на лицевую часть. У меня здесь отметка середины, я хочу, чтобы лямки шли вот так вот, рядышком. Поэтому я сейчас сшиваю лямочки между собой, чтобы они не разъезжались, и приметываю их к середине. Следующее, что я должна делать, пришить закрывной клапан. Клапан тоже пришиваю лицом вверх, потому что он закрываться будет вот так, в эту сторону, значит, теперь сюда я его и пришиваю сверху. Но такой момент, если здесь у меня получается очень сильное утолщение, я могу исправить это положение тем, что пришью планку. Пришить или даже сделать вязаную планку, ну, вязаную-навязаную, наверное, не стоит. А вот из остатков джинсов, можно тоненькую планочку, чтобы отделить пришив лямок и закрывного клапана нашего. Если не очень толсто, можно сшить это все одним швом. Вот сейчас это все пришить, вся вот эта вот лохматость пойдет внутрь. Здесь останутся лямки и клапан. Так, я его, конечно, вот так даже лицом, изнанкой наверх, потому что он пойдет закрываться, да, вот этой стороной, конечно, изнанкой наверх пришиваю. И после этого моя задача будет вставить подкладку, все это пришить одновременно и закрыть все, что я пришила стяжкой моей. Она будет выполнять функцию и стяжки, и закрывать безобразные швы, которые у меня получатся. То есть я ее точно так же пришью кверху, загну внутрь, то есть, но пришью не с самого края, вот так где-то оставив пару сантиметров. Вот эти пару сантиметров у меня будут внутрь, закрывая все безобразные швы. То есть вот такие вот у нас планы. Но первое, что мы делаем, конечно, это пришиваем лямочки. Длину лямок можно прикинуть на себя, примерить, какая будет длина, и на эту длину и пришить. Если у нас получилось вязанное полотно слишком длинным, его можно немножко присобрать, это не страшно. То есть вязание оно никуда не денется, так натяжка очень хорошая у меня получилась здесь. После того, как мы пришили лямки, вот я им пристегнула, чтобы они мне не мешали, очень крепко вшито. Вот здесь вот несколько швов, видите, все закрыто как можно сильнее, потому что эта часть будет нести основную нагрузку, если мы будем носить что-то тяжелое. Клапан постоянно открывается, закрывается, все очень плотно сделано. Это самый ответственный момент пришивания ручек, чтобы ничего не оторвалось. Теперь такой момент. Мы вставляем подкладку. Если вы хотите где-то что-то оформить, где-то что-то подшить, сделать хоть что-то еще с этим рюкзаком, сейчас самое время, потому что как только мы вставим подкладку, внутрь мы уже не попадем. То есть если мы будем сейчас что-то пришивать, надшивать так, чтобы нам приходилось это делать изнутри, делаем это сейчас. Если мы не планируем ничего такого делать, значит спокойно вшиваем подкладку. Я буду сшивать ответную часть нашего замка. Но проблема в том, что я еще не уверена, в какое место я ее буду сшивать. И джинсовая ли это будет тряпочка, или она будет вязаная, скорее всего вязаная, поэтому я ее очень аккуратно подошью руками. Эта часть нагрузки нести не будет никакой, поэтому я ее пришлю руками, прямо вот к вязаному полотну, очень аккуратненько. Внутри я больше не полезу. Цветок я буду делать на крышке, поэтому беру подкладку, лицом внутрь, вот как мы ее шили, определяю, где у меня какая сторона, все уже готово, и вставляю подкладку, в сумку, внутрь сумки. То есть смотрю, где я буду хранить ключи и денежки, а где я буду хранить что-то другое. То есть деньги поближе к спине, чтобы они там хранились как можно лучше. И еще такой момент. Можно вот укрепить, чтобы у меня подкладка не расходилась. С сумкой выворачиваю наизнанку, выворачиваю наизнанку эту часть, и вот тут вот просто на машинке прострачу. Видите, два шватут и два шватут. Я их сейчас скреплю, они одинаковые. И просто выверну сумку, у меня подкладка окажется внутри рюкзака. Очень удобно, мне не придется подшивать, и она никогда у меня никуда не вылезет, и складочки создавать не будет мешать. Сейчас я просто прострочу. Можно руками прихватить, как угодно, вот за эти швы, которые у нас обрезаны по бокам. Вот шитое швы. Донышко само по себе, два шва сшитое. И теперь выворачиваю все это внутрь. У меня получается шитое подкладка. вложено в рюкзак. Сейчас я все это расправляю. Смотрю очень внимательно, чтобы у меня все это совпадало по размеру. Но оно и так даже совпадает. Я же все это как покроила, вырезала. Вот. И приметываю краешку и подшиваю. Вы помните, что мы подкладку подпаливали немножко. Она у меня не колтушится, не лохматится. Вот. Спокойно расправляю. По размеру все соответствует, все замечательно. И... Так, карманы. Карманы, конечно, подпаливаю внутрь. Смотрю, как все это хорошо получилось. И пришиваю по краю пришиваю к рюкзаку. Все швы идут наружу. Главное правильно расправить подкладку, разложить ее там как следует. И прошить. Можно зигзагом просто пришить по периметру нашу подкладку к сумке. И сейчас приступим к завершающему этапу оформления вот этого некрасивого края, который у нас остался. Можно даже на цвету убрать. Пришить ответную часть зажима и лямочки. И все, осталось совсем немного. Но первое, что я делаю, пришиваю подкладку. После того, как вывернула рюкзак, расправляю подкладку, чтобы она у меня ровно легла по донышку, по стеночкам, чтобы она нигде не топорщилась, не мешала. И аккуратно пришиваю по самому краюшку к рюкзаку шов наружу. Моя задача сейчас будет убрать этот некрасивый шов. И осталось совсем ничего. Пришить ответную часть зажима, пришить лямочки, оформить вот этот некрасивый край, чтобы его не было видно. И практически рюкзак готов. Осталось совсем чуть-чуть. Но сейчас мы должны пришить подкладку к рюкзаку шов наружу. Пришили подкладку. Все получилось просто замечательно. Теперь моя задача закрыть вот это все безобразие. У меня все сшито, все осталось. Осталась теперь эта стяжка. Вот она вот так пойдет, и вот так вошьется в изделие. Но если я ее просто пришью, у меня вот этот шов никуда не денется. Какие есть варианты? Есть варианты пришить ее как можно дальше. Она вот так вот опустится, и вот это все пришить вниз. Но у меня слишком толстое место, где я пришивала лямки и клапаны. Вот так просто я вниз это не загну. Этот вариант меня не спасет. Поэтому есть еще один вариант. Мне кажется, он более аккуратно будет выглядеть. Сейчас мы на уже готовой этой стяжке, на планке сделаем еще одну планочку, как бы раскол. Мы с вами проходили молнию в раскол. Это будет планка в раскол. То же самое. Сейчас я одену на иглы машины часть планки, подвяжу вторую такую же часть, какая она у меня же есть по размеру, и просто вставлю мою сумку между этими двумя планочками и пришью через ткань. Вот эту вот планку мою пришью. Она будет закрыта и снаружи, и внутри, и со всех сторон. Она будет очень аккуратно смотреться и прекрасно стягивать мне сумку. Я закрою все грехи, все вот эти вот неприятные вещи. У меня будет совершенно чисто аккуратно выполненная сумка. Поэтому сейчас сумку я убираю. Рюкзак он мне не нужен. Достаю опять вязальную машину и делаю надвязку на стяжке. Для вывязывания раскола определяем нужную длину планки, высоту, которую мы будем вывязывать, и одеваем петли предыдущего ряда на иглы. Загибаем полотно, лицом к себе вешаем, загибаем полотно, и просто петли одного ряда одеваем на иглы. На этих иглах мы с вами вывяжем вот такое же количество рядов, как здесь уже провязано. Это просто очень посчитать по петельным рядам. На той же самой плотности получается тоже количество игл, как я вязала эту стяжку. Провяжу, сколько тут у меня получается, 5-6 рядочков я сейчас посчитаю, то есть вы смотрите сами, сколько рядочков у вас это будет занимать. И закрываю косичкой. Это будет один из вариантов раскола. И мы очень аккуратно спрячем все хвосты, все швы, все некрасивости нашей сумки. Она будет выглядеть просто очаровательной. Самое главное, мне не придется загибать толстенный этот шов, где у меня все лямки и клапан закрывной. Мне не придется это все убирать, потому что согнуть такое количество материала я просто не смогу. И пришить, то есть как правило, это надо загибать внутрь, но в данном случае такая толщина, что я не смогу это загнуть. Поэтому такой раскол нас в этом деле очень выручит. Вот смотрите, получается вот такой раскол. Вот он. Совершенно замечательно связан. Осталось только закрыть полотно. У меня будет косичка с двух сторон, что облегчит сшивание. Вот что у нас получается. Мы связали этот раскол. Теперь просто вставляю сюда сумку. Беру сумку и вшиваю. То есть сначала вставляю вот так вот раскол в мою сумку и прошиваю насквозь. Это уже руками. То есть сначала, само собой, я все это прикалываю, потом приметываю. Видите, у меня получается все края закрыты. То есть я закрываю все полностью. Все некрасивости. И сквозными стежками зашиваю. Видите, какая получается красота. Насколько все аккуратно. Убирается все. Ни одного шва, ни одного какого-то там лохмотья никаких. Ничего не видно. Все убрано. Даже вот эта моя самая тяжелая часть, за которую я больше всего переживаю, где у меня такое вот утолщение, она тоже прекрасно совершенно спрячется. Вот этот раскол. Вот. Убрала и зашила. Ничего не видно. Ни с этой стороны, ни с этой стороны. Здесь у меня все будет закрыто. Вот этим вот расколом. И ничего не нужно будет загибать, потому что вот такое количество толстого-толстого материала я физически не подогну и не подошью. Видите, какая толщина. Это не возьмет ни машина, ни руки, ничем. Ничем такое не прошить. А при таком варианте я все спрячу совершенно спокойно, безболезненно и аккуратно. Меня вкладываю пополам, сшиваю мою эту стяжку по боковому шву, распределяю по сумке. Вот так вот. И в расколочек все это сшиваю руками. Очень аккуратно. Само собой сначала желательно бы сколоть, приметать, пришить и вставить шнур в дырочку. Пришили стяжку. Вот она получается. Запихали внутрь полотенца. Опять сейчас будем регулировать закрывной клапан. Так, стяжка моя. Вот так она выглядит. Все. Эта часть готова. Сейчас, кстати, покажу, как она получается внутри. Вот. За нее можно дергать. Видите, внутри все абсолютно замечательно. Вот этот раскол у нас закрыл все. То есть я могу вот так совершенно спокойно выворачивать эту стяжку наружу. Набивать мой рюкзак чем мне нужно. Сейчас он у меня набит полотенцами для придания объема. Вот. Как только я свой рюкзак набиваю чем угодно. Все, что мне нужно. Стягиваю. Веревку могу завязать узлом, могу запихать внутрь, могу оставить висеть. Это не важно. Вот так это все выглядит. Стяжка так готова. Теперь клапан. Сзади все отлично. Лямки я так еще не отстегнула от рюкзака. Но пока они мне не мешают. Укладываем наш рюкзак. Смотрим, где я буду делать ответную часть зажима. Вот тут где-то он будет. В принципе, я могу воспользоваться этой же корсажной лентой. Могу провязать из остатков пряжи то, что у меня немного там еще осталось. Могу провязать небольшую ленточку. Могу взять из джинсовой ткани. Кусочек. И на том месте, где я вижу, что здесь моя стяжка и должна быть, пришиваю вот этот вот хвостик. Он будет отстегиваться. Клапан открыли, рюкзак положили. Взяли, что надо. Закрыли. Все. Он не расстегнется, в него никто не влезет. И клапан наш не будет болтаться. Очень удобно. Поэтому сейчас занимаемся ответной частью зажима. Потом пристязываем ручки. Ручки. У меня есть рамки. Вдеваю просто в эту рамку ручку. Подтягиваю, само собой, вязание, чтобы оно закрыло корсажную ленту. И подшиваю. Лента все закрыла. Вязание закрывает ленту. Подшиваю руками просто на нужную длину. Вот так. Вот так будут выглядеть ручки. То есть ничего сверхсложного нет. Осталось только ручки клапан допришивать. И если будем украшать, то какой-нибудь цветочек, не знаю, бабочку или лепесточки, все что угодно. И в принципе наш рюкзак готов. Можно пользоваться. Он готов снаружи, он готов внутри. Он вот так замечательно совершенно выглядит. Просто сказочная вещь в таком деревенском стиле. Мне очень нравится. Вот смотрите, что в результате осталось от таких замечательных и довольно-таки немаленьких брюк после того, как мы сделали рюкзачок. Поэтому если мы хотим делать рюкзак только из джинсовых брюк, то одной парой нам не обойтись, конечно. Либо это будет совершенно простенькая какая-то конструкция типа такого рюкзачок-торбочка. Потому что если мы хотим сделать что-то красивое и достаточно сложное, тогда одной парой брюк не обойтись, либо нужно применять какие-то дополнительные материалы. Как, собственно, сделали мы, мы заменили. Материалы дополнительные пряжи, которые оставались, старая пряжа, которая ни к чему уже не нужна, остатки от прошлых вязаний, от прошлых изделий. Мы пристроили пряжу, мы пристроили старые, никому не нужные джинсы. В итоге осталось несколько маленьких кусочков и совершенно вот крошечные моточки от этой пряжи, которые тоже пойдут куда-нибудь вот на такое же изделие. Уже занимают меньше места, зато у нас совершенно сказочный рюкзак, полный эксклюзив, такого точно ни у кого нет, потому что если кто-то и будет его вязать и шить, даже по этому же уроку, все равно он будет другой. Точно такого же не получится ни у кого. Будет другая шерсть, будут другие джинсы, будет другая отделка. Повторение вот таких вот вещей невозможно. В этом-то и ценность и уникальность наших вещей, которые мы делаем своими руками.